Последний месяц зимы это долгожданное время для выпускников школы разных лет, которые собираются на вечера встречи и влюбленных, которые спеша поздравят друг друга с Днем Святого Валентина. В февраль ждут защитники Родины и вообще все мужчины, ведь 23-го числа их праздник. И воины-интернационалисты готовы отметить очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. Кроме того, Лючин каждым своим новым днем приближает нас к весне. И хотя из пословицы мы знаем, что это самый злой месяц, потому что бежит днями, тем не менее первая его декада в Островецком районе стала теплой не только погодой, но и приятными событиями. Чествовали молодых специалистов, воспитанники Варнянской школы, отметили рубиновый юбилей со своей родной Альма-Матер. Обо всем этом и не только мы и расскажем в нашей программе. Коротко о главном. Островецкий район после длительного перерыва наконец приобрел нового лидера. Выходить из Моргонии Игорь Шалудин возглавил районный исполнительный комитет. Об этом мы уже рассказывали в наших видеосюжетах и на страницах газеты. Но с какими планами пришел руководитель в наш район? Какими принципами руководствуется? Что ценит в людях? И как отдыхает? На эти и другие вопросы мы и попросили ответить председателя райисполкома. Свою карьеру будущий агроном начинал с самых низов сельского хозяйства. Хотя детство Игоря Шалудина и его студенческие годы прошли в городской суете. Все. Любовь к деревне и сельским труженикам так и не смогли вытеснить запутанные улицы и пафосные торговые центры. По большому счету это только, наверное, прописка в паспорте, что я там городской житель. В большей степени меня почему-то всегда тянуло в село. То есть я, будучи на каникулах, постоянно пропадал в деревне. И не просто пропадал, когда уже была возможность, я даже затрудняюсь, наверное, вспомнить годы. На тот момент, конечно, еще не было такой механизации в сельском хозяйстве. То есть мы, подростки, тогда на лошадях, на повозках солому возили, сено собирали. То есть, ну это было, скажем, только начало. Впоследствии уже где-то старшие классы я работал на комбайне. Более того, последний год, вот, ну, наверное, тут могу где-то и похвастаться, значит, экипаж у нас был первое место в районе занял. Да, и, наверное, вы тоже видели, что первая моя запись в трудовой книжке – это «Слесарь в колхозе». Это и объясняет, почему школьник Шалудин выбрал именно такую профессию в жизни. Выпускник Гродинского сельскохозяйственного университета, а спустя годы и Академии управления при президенте Республики Беларусь Практически всю свою трудовую деятельность от ведущего Гродного хозяйства до первого заместителя председателя Раисполкома провел в родном Сморгонском краю. Неоднократные визиты на Островечину стали в определенном смысле судьбоносными для сморгонского чиновника. Ничего неожиданного, наверное, как вы предполагали, не случилось. Здесь где-то, у кого-то, насколько помню, на сессии из выступающих прозвучало, что, в общем-то, я где-то свой человек. Северный, да? Ириной Гордом. Да. Значит, поэтому, в принципе, да и район, наверное, довольно часто посещал. Ну, к счастью, так сложилось, что были у нас всегда такие партнерские, дружеские отношения. Довольно часто по-прежнему месту работы, значит, приходилось бывать, ну, конечно, в первую очередь на сельхозпредприятиях. Было что и есть, кстати говоря, что посмотреть, значит, довольно много новшеств, которые я в свое время перенимал отсюда из Островецкого района, чтобы применять их. Чего ждать от нового председателя жителям города и района дружной и кропотливой работы с постепенной поправкой на утраченной позиции в сельском хозяйстве? Хочу сразу сказать, что революции точно не будет. Вы знаете, вот образно, я это тоже вот всегда не устаю повторять, искусство музыканта, да, возьмем это гитариста, настроить струны так, чтобы зазвучала мелодия, а не рвать эти струны. Поэтому, нет, сразу скажу, что, конечно, революции не будет. Медленно, я думаю, мы будем пока к этому приходить. Я все-таки надеюсь, что люди поверят, пойдут за мной. Ну, чего-то вот такого, чтобы прям шашкой махать, нет, нет, это не мое качество. Честность и порядочность, вот те качества, которые Игорь Шалудин ценит на весь золото. Это мое кредо какое-то, да, по жизни, то, что, в общем-то, я не просто ценю, да, но это, наверное, должно быть качество у людей, которые всегда, скажем, рядом со мной по жизни, да. Ну, я надеюсь, что таких немало все-таки. Честность, порядочность. Вот буквально сегодня прием граждан, значит, вот я одному товарищу об этом говорил. Если, а я с доверием вообще-то отношусь к людям, конечно, не знаю, ну, привык, привык, ну, и как бы жду такой же адекватной обратной реакции от людей. Наверное, моя работа вот, ну, все время она как-то строилась на доверии. И в этом, в этом, в этом, наверное, где-то и кроется, скорее всего, залог успеха. То есть, если человек где-то начинает юлить, ну, наверное, с ним нам не по пути, к сожалению. А путь у нового председателя предстоит сложный. Островецкий район особенный в стране. Работы хватает. Что-то подтянуть, что-то приумножить. В таком режиме нон-стоп даже самый современный компьютер нуждается в перезагрузке. Что же говорить о человеке? Перезагрузка для меня это баня еженедельная. Вот это вот, да, это уже стабильно. Ну, я когда-то заселяюсь в свой дом, да, первым делом, наверное, сделал баню. Действительно, вот как-то это у меня уже традиции с сыном. Еженедельная баня. Хотя вот сегодня утром там в новостях говорят, что надо два раза в неделю в бане бывать. Но, с сожалению, не получается. Это баня. Ну, есть, конечно, еще одно увлечение – рыбалка. Но, увы, на это влечение, на это хобби времени, конечно, чем выше поднимаешься, тем меньше времени остается на хобби. А вообще, конечно, люблю. Люблю за грибами по лесу побродить. Ну, как, наверное… Ну, не знаю, к счастью или к сожалению, я как-то этим не заболел. Пожелаем Игорю Ярославовичу Шалудину успехов на новом поприще. А сейчас мы расскажем о мероприятии, которое, насколько нам известно, проводится только в Островецком районе. Речь идет о чествовании молодых специалистов. Традиция самобытного для Островца праздника зародилась еще в 2005 году. Инициатором выступил районный исполнительный комитет и его тогдашний председатель, а ныне депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Адам Ковалько. В начале февраля уже 13-е по счету участвования молодежи с размахом прошло в нашем районе. В концертном зале собралась практически вся молодежь, распределенная в Островечину в прошлом году, от мастеров ЖКХ до спасателей МЧС. Каждого специалиста напутствовали заместители и председатели райисполкома. С ответными словами выступили и молодые работники, а праздничное настроение создавали артисты районного дома культуры и детской школы искусств. Завершился праздник чествования, экскурсия, в ходе которой начинающие свой путь в профессии агрономы, инженеры, лесники, учителя, врачи посетили основные учреждения и организации города и района. Виктор Свилла, куратор социальной сферы и один из основателей мероприятия, убежден, что такие встречи станут хорошей перспективой к взаимопониманию и плодотворному сотрудничеству власти и актива молодежи. Идет строительство атомной станции, развивается город энергетиков. Все это сориентировано на молодежь. Без молодых людей, без молодых специалистов, без их современных знаний, без их задора, эмоций позитивных нельзя реализовать такой вот важной и государственной важности проект. Мы это очень понимаем, ценим и мы очень хотим, власть, я говорю от имени власти, мы хотим, чтобы эти молодые люди закрепились на своих рабочих местах. Больше всего специалистов пополнило сферу образования, а также медицины и атомной энергетики. Проще назвать рабочие места, куда не пришли молодые сотрудники. И люди молодые нужны везде, и там, и там, и там. Нельзя исключить что-то. Если, скажем так, не уделять достаточного внимания развитию социальной сферы, то под угрозу станет реализация самого атомного проекта. Мне кажется, это очевидные вещи. И в стране это понимают, и глава государства очень много внимания этому уделяет. И об этом говорят его указы периодически, которые он издает в этом направлении. И вот один из последних указов, в соответствии с которым мы сегодня имеем возможность поддерживать молодые специалисты социальной сферы. В прошлом году 9 квартир из строящегося фонда в интересах атомной станции были предоставлены специалистам социальной сферы. И в этом году, в 2017, я думаю, эта тенденция продлится. Есть к этому основания, к таким надеждам. Квартирный вопрос самый волнующий для приезжих ребят. А его положительное решение – весомый аргумент для молодого специалиста – закрепиться в островце. У нас замечательные примеры. Когда чествовали однажды в 2005 году молодых специалистов. Мы уже через год, в 2006 году чествовали молодые семьи, которые сложились из молодых специалистов прошлого года. А спустя еще год мы уже чествовали молодые семьи с пополнением. Когда даже на сцену выходили молодые мамы со своими колясками, с детками. Это замечательно. Ведь, собственно, задачи по улучшению демографической ситуации никто не отменял. Мы такую цель преследуем в том числе. А еще важно помочь молодым ребятам осознать свое предназначение, понять, что их всегда поддержат, не оставят в беде. Эти критерии и легли в основу неповторимого островецкого праздника чествования молодых специалистов. Еще одно торжество в островецком районе. 40-летний юбилей, который отметила средняя школа Варняна. 14 600 дней тому назад деревенская Альма-Матер отправила в взрослую жизнь свой первый выпуск. Ровно 100 учеников. Каждый со своими планами и мечтами о будущей профессии отправился по разным уголкам Беларуси. Время грусти и радости. Так вспоминает лето 1977-го Тереса Богданович, одна из сотни первых варнянских ласточек. Школьница хотела стать учителем. Именно эта профессия была самой желанной для детей того времени. Именно свой класс помнишь больше всего. И помнишь именно то, что эта школа для нас была школой, где мы прошли определенный трудовой период. Мы принимали непосредственное участие в строительстве школы. Хотя тогдашний директор Вячеслав Казимирович строго контролировал, чтобы девочки больше трех килограмм не носили. Чтобы все это было. И поэтому само лето, самостройка для нас, наверное, вот и теперь, спустя 40 лет, это яркие воспоминания. Но еще большее воспоминание – это то, когда мы приходим из той нашей деревянной старенькой школы в это огромное здание, светлые, просторные классы. Естественно, было желание здесь быть еще дольше. Но, увы, судьба распорядилась так, что мы пробыли здесь всего лишь полгода. Зато спустя 30 лет «Фортуна» поздравила одну из первых выпускниц обратным билетом экспресс-класса. В прошлом году Тереса Григорьевна отметила свой маленький юбилей учителя той самой школы, которая воспитала. К слову, на сегодняшний день почти половина педагогов школы – ее воспитанники. Нынешний директор Алена Юркоить в их числе, хотя путь на эту должность у женщины буквально засыпался крутыми спусками и поворотами. Выпускница Варнянской школы работала в колхозе, в детском саду, а стены разных по счету беду университетов взяла только с третьего раза. Сегодня Алена Ивановна гордится шансом вести за собой, по сути, флагман образования Стравецкого района. Для этого, уверенно, необходимо не просто сохранять славные традиции школы, но и с каждым годом их приумножать, чтобы учебное заведение соответствовало самым современным параметрам в оказании образовательных услуг. Для этого директору все карты в руки. Коллектив меня все знают, просто-напросто. Со мной работают мои же учителя, которые учили в свое время меня. Со мной работают мои коллеги, с которыми я училась, оканчивала эту школу. Сюда пришли и мои ученики вернулись, которые работают на поприще молодого специалиста. Поэтому общий язык, контакт легко находить. И они прислушиваются, помогают. Ну, дружеские отношения такие у нас просто-напросто. И родители, зная меня уже столько лет, конечно, идут на контакт, полностью помогают, сотрудничают. А мудрый совет бывшей учительницы русского языка и литературы Надежды Субач, которая 31 год своей жизни возглавляла коллектив этого учебного заведения, и вовсе на вес золота. Экс-директор 10 лет воспитывал молодой учительнице биологии своего будущего преемника. Ведь и сама когда-то начинала с нуля. Новоиспеченная, целеустремленная и амбициозная управленец буквально выбила у райкома партии материальную поддержку для школы. Руководители сельхозтехники и колхоза выделили денег. Так и началась обновляться жизнь варнян и ее школы, в истории которой Надежда Субач, несомненно, вписала самые яркие длинные страницы. За свои 31 год я вручила 71 золотую и серебряную медаль. Это, естественно, гордость варнянской школы. И очень значимо то, что наши выпускники в большинстве своем, люди, востребованные на своих, так бы сказать, рабочих местах, состоялись как личности. И сказать, что были такие очень яркие, их было много. И сегодня выделить кого-то, дабы не обидеть остальных, я считаю, что в большинстве это очень хорошие, добрые люди-патриоты своей страны. То есть те усилия, которые были приложены коллективам на протяжении вот этих лет, они дали хорошие всходы и хорошие плоды. Под этой маркой школа варнянах и продолжает жить, расти, развиваться и, вопреки законам природы, молодеть. Ведь там, где царит энергия и молодость, радость и любовь, дружба и благородство, места нет для старости. А если она и придет, то только в гости на чай за теплыми и светлыми воспоминаниями, как и случилось в день вечера встречи выпускников, среди которых были и 13 ребят и девочек той самой первой сотки «Ласточек» варнянской средней школы. На этой доброй ноте мы попрощаемся с тобой, наш дорогой зритель. Но совсем ненадолго, ведь ярких событий, как и людей, у нас на Островечине, еще на миллионы вкусных сюжетов. Субтитры подогнал «Симон»!